Приветствую вас, друзья! Вот уже, наверное, год как один из моих подписчиков презентовал мне головку звукоснимателя Technics EPC270C, за что ему огромное спасибо. К сожалению, вот только сейчас до нее добрался. Это винтаж, но довольно знаковый и стоящий внимания в недорогом сегменте головок. Однако, стоит уточнить, что при стоимости на вторичке в районе 3-8 тысяч рублей, вставки, которые к ней выпускаются среди современных, могут удорожить картридж почти до 500 долларов. Но об этом чуть позже. Для начала давайте расскажу о самой головке звукоснимателя, а также о ее технических характеристиках и, конечно, поговорим о звуке. Более того, я проведу аналогию среди современных моделей, кто близок к этому Technics'у как по техническим характеристикам, так и по цене и звуку. Итак, головка типа MM с выходным напряжением 3,2 мВ воспроизводит от 20 Гц до 25 кГц с разделением по каналам в 25 дБ. При разбалансе не более 2. Прижим от 1,5 до 2 грамм. Масса 6 грамм. Рекомендуемое сопротивление от 47 до 100 кОм. Ткантиливер алюминиевый. Игла с эллиптической заточкой. Естественно, характеристики относятся именно к модели 270C. Уточняю, поскольку были еще модификации 270C MK2 с заточкой Ellipse 03 на 0,7 и 270D со сферой. В остальном данные у них идентичны. Головка 270C выпускалась очень долгое время, аж с 1975 по 1992 год. Что мне за зверь попался? Не могу сказать, да и вставка судя по всему новодельная. Что скорее хорошо, чем плохо, ибо высохшие подвесы на винтажных головках никто не отменял. Собственно, любителям ввязываться в винтаж всегда советую брать свежие, не New Old Stock, а именно свежие вставки, будь то многооковские или джиковские, или же, ну, что-нибудь подешевле. Погуглив всегда можно найти и других производителей. Их на самом деле огромное количество, стоят от 3000 рублей до 350 долларов. Помимо самой заточки, игл отличаются и разными кантиливерами. Ну, к примеру, самые дорогие, которые я видел, имели заточку SAS, это аналог Micro Ridge и Micro Line, на сапфировом кантиливере, при этом допустимый прижим у них от 1 до 1,5 грамм. Напомню, в стоковой головке звукоснимателя характеристика прижимной силы рекомендованной составляет 1,75 грамм. Естественно, подобные изменения в конструкции дадут и разное звучание. Неоднократно на канале сравнивал одну и ту же головку с разными заточками игл или с разными кантиливерами. Все бы, конечно, хорошо, но картридж исходно имел стандартный эллипс и стоил около 100 долларов. Именно за свои деньги славился приличным звуком. Даже сейчас 270C вполне конкурентно способен. А вот со вставками за 200-350 долларов, уж поверьте, есть варианты куда интереснее, даже с учетом нынешних цен на современные головки. Повторюсь, что за вставка у меня, я, честно говоря, без понятия, но это явно что-то недорогое, современное, поэтому тест считаю объективнее, чем с родной вставкой, в том числе и New All Stock с высохшим демпфером. Я установил головку на свой проигрыватель Project Signature 12, фонокорректор использовал ламповый от Art Audio Lab 245EX. Сэмплы для вас снимал с помощью Tascam HDP-2. Для начала прогнал тест амплитудно-частотной характеристики. Что мы тут видим? В диапазоне от 5 до 8 кГц есть спад на 1,5-2 дБ. Далее от 8 до 20 кГц идет небольшой подъем, примерно на 3 дБ. В басовой области ниже 100 Гц, вплоть до 20, идет спад на 3 дБ. Собственно, в звучании примерно так и есть. В басовой области спад, правда, практически не ощущается. Здесь все нормально, а вот высокие частоты слегка акцентированы, но не агрессивно, то есть присутствует небольшой приятный окрас. Серединка тоже хорошо проработана и дает о себе знать. Technics выдает приличную динамику и хорошее разделение по панораме, проще говоря, стереоэффект. Обладает легким винтажным окрасом, который, кстати, многие и ищут. С этой головкой вы получите тот самый виниловый звук, который вас порадует. Экспериментируйте со вставками. Уверен, с одной и той же заточкой вставки от разных производителей выдадут чуть разные результаты. И, конечно, смотрите на рекомендуемый прижим именно вставок, поскольку демпферы и их состав сейчас не то, что был раньше. И, как следствие, податливость головок тоже может немножко отличаться. Головка довольно интересная. Уже за свои-то 5-8 тысяч рублей очень даже годится. Близкие по техническим характеристикам аналоги Project Picket 25A или же, скажем, Ortofon 2M Red. При этом они более высоковыходные на фоне техникса. Серия VM95 не дотягивает по разделению каналов, да и стоимость их сейчас заметно подросла, поэтому мимо. Вопрос, как проходило тестирование и сравнение? Напомню, что все головки, что я тестировал за время существования канала, сэмплил, создав базу данных, используя одни и те же пластинки и в 90% случаев при использовании одного и того же фонокорректора. Поэтому объективность сравнения хоть и не стопроцентная, но близкая к истине. Есть ли сходство в звучании или же техникс у нас вне конкуренции? Наиболее явное сходство я услышал как раз с головкой Project Picket 25A. Последняя чуть-чуть позвонче, правда, в остальном схожесть налицо, поэтому, пожалуй, эта головка является основной альтернативой винтажному техниксу. Стоимость ее на данный момент чуть меньше 7 тысяч рублей. Еще мне чуть больше понравилась на фоне техникса Grada Prestige Green, правда, ну, стоит она сейчас в полтора-два раза дороже. По техническим характеристикам кладет техникс на обе лопатки. По звуку в целом тоже приятнее с такой легкой роковой АЧХ. VM95E проиграла техниксу как по разделению каналов, так и по общей подаче. Техникс поживее и поинтереснее. Если же говорить об артофон 2M Red, то техникс выдает себя легким таким окрасом на высоких, артофон все же чуть поровнее. Ну и что по итогам? Головка имеет место быть. Интересная по звучанию, недорогая, однако, стоит ли за ней специально гоняться, я бы не стал. Другое дело, если она попадется вам в комплекте с винтажным проигрывателем, то да, конечно, есть смысл ее слушать до окончательного износа, далее уже браться за что-то посвежее, или же вовсе шагнуть вперед, взяв головку выше класса. Вспоминая свой тест головок Шур В15 Type 3-4, где ставились вставки с разными заточками, констатирую, что, безусловно, картина звука кардинально меняется, но стоит ли игра свеч, если на техникс 270C поставить вставку в четверо дороже самой тушки? Однозначно нет. За эту сумму действительно есть головки куда интереснее, да и, простите, винтажный вид техникса с пожелтевшим пластиком. Хотя, с другой стороны, смотря на какой проигрыватель ставить, в принципе, 270C хороший вариант для Арктура 006, недорого и весьма сердито. Тем более, если с внешним фонокорректором, учитывая для ММ головки невысокое выходное напряжение. Головка более-менее мультижанровая. Можете послушать сэмплы металлики Пимхлойда Депешмот. С читаемостью у нее тоже все в порядке, если, конечно, брать в внимание эллиптическую заточку. Явных раздражающих искажений к яблокам не слышно. Поэтому, да, головка действительно интересная, как стартовый или же как недорогой апгрейд в замену у Нитер или ГЗМ. Если же сравнивать техник с винтажом, то, конечно, наиболее интересным решением было бы Shure V15 Type 3, 4 или 5. Со вставкой выйдет подороже, но прирост звуки будет очень-очень хорошо ощутим. Друзья, несмотря на то, что винтаж на канале появляется не часто, обрадуюсь, что это еще не все. Есть еще пара головок, которые со временем появятся, так что не забывайте подписываться на канал, жать на колокольчик, чтобы не пропустить видео, и ознакомьтесь с сэмплами. Жду от вас комментариев. Ну, конечно, самое главное, будьте здоровы! Счастливо!